В Арцах вернулись за сутки более 2000 беженцев, заявил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Коношенков. Российские миротворцы контролируют процесс передачи Карвачара азербайджанской стороне, которая началась сегодня в полночь. МЧС России направила дополнительную группировку для помощи населению Нагорного Карабаха. Сводная группировка сформирована из сотрудников Ногинского и Тульского спасательных центров, Центролидер, специалистов Центрального аппарата, а также специалистов Минэнерго. На борту Ил-76 необходимая техника и оборудование, средства для проживания специалистов, палатки, световые башни, бензиновые генераторы. Сегодня свой профессиональный праздник отмечают военные миротворцы, люди, которые представляют Россию как гарант мира в любой точке планеты. Мэр Степанакерта Давид Сарксян поздравил российских миротворцев. На встрече с российским контингентом миротворцев он выразил надежду, что с их поддержкой в Арцахе установится прочный мир. Для организации медицинского обеспечения миротворческого контингента Российской Федерации и оказания медицинской помощи местному населению в Нагорный Карабах перебрасываются силы и средства медицинского отряда специального назначения Восточного военного округа. В состав отряда входят врачи, средний и младший медицинский персонал, которые будут находиться в постоянной готовности к оказанию первой врачебной, квалифицированной и специализированной медицинской помощи. Всего для развертывания медицинского отряда специального назначения Восточного военного округа в Нагорный Карабах будут переброшены 122 военнослужащих, 54 единицы автомобильной и специальной техники, 66 тонн материальных средств. Владимир Путин выделил 2 миллиона евро в качестве добровольного взноса в Международный комитет Красного Креста. Во время визита в Москву президента Международного комитета Красного Креста Питера Маурера президент России поддержал предложение о том, чтобы целевым образом направить добровольный взнос в размере 2 миллиона евро на содействие работе Международного комитета Красного Креста в Нагорном Карабахе. Об этом сообщил министр иностранных дел России Сергей Лавров. Британскому журналисту Эмилию Гессену стало известно, что несколько азербайджанцев, переодевшись в форму российских миротворцев, проникли в армянские села Арцаха с целью убить и похитить местных жителей. Данный инцидент свидетельствует о том, что мирное совместное сосуществование в Нагорном Карабахе при таком поведении азербайджанской стороны невозможно. Католикос всех армян Горегин II распорядился создать офис, по вопросам культурно-духовного наследия Арцаха, сообщает пресс-канцелярия святого Эчмиадина. Решением главы Армянской апостольской церкви ответственным новой структуры назначен контрригат первопрестольного Эчмиадина Архимандрит Горегин Амбарцумян. Общественный совет Республики Армения поможет в вопросе вывоза произведений искусства из музея Шуши. После обсуждения вопроса на внеочередном заседании общественного совета было принято решение создать рабочую группу во главе со скульптором итало-армянского происхождения Вигеном Аветисом для скорейшего решения вопроса. Премьер-министр Никол Пашинян продолжает встречи с представителями бизнес-сообщества для обсуждения вопросов экономической деятельности в Армении и восстановления инвестиционного климата. Об этом сообщили в отделе информации и общественных связей аппарата премьер-министра. Сегодня премьер-министр встретился с генеральным директором электрические сети Армении Кареном Арутюняном, генеральным директором ЗАО «Газпром Армения» Грантом Тедевасяном, генеральным директором строительной инвестиционной компании «Рэншин», президентом-основателем ассоциации «Нушекян» Эдуардом Марутяном. Обсуждались вопросы, связанные с укреплением государственно-деловой среды, обеспечением преемственности инвестиционных программ и восстановлением экономического оптимизма. Достигнуты конкретные договоренности. Встречи с представителями бизнес-сообщества будут продолжаться. Совет французской митрополии Гренобль-Альпы принял резолюцию, призывающую правительство Франции признать Республику Арцах, сообщает посольство Армении во Франции. Из Великобритании в Армению прибыла группа из семи врачей, медсестер и гуманитарных экспертов в области здравоохранения для помощи в борьбе с коронавирусом. Группа организации UKMED была выслана в Ереван в ответ на запрос из Минздрава Армении через Всемирную организацию здравоохранения. Медики пробудут в Армении 5 недель. Мы будем обеспечивать обучение и поддержку на рабочем месте для тех, кто лечит тяжело больных пациентов, а также консультировать по вопросам инфекционного контроля, чтобы обеспечить безопасность врачей и пациентов. Отметил генеральный директор UKMED Дэвид Уайтвик. Очередная партия гуманитарного груза с медицинскими принадлежностями направлена в Арцах, сообщает посольство Армении в Нидерландах. Партия включает в себя оборудование для искусственной вентиляции легких, рентгена, дезинфекции инструментов. Чехия в рамках гуманитарной помощи передала Армении предметы личной гигиены, предназначенные для борьбы с COVID-19 – 100 тысяч медицинских масок, 43 тысячи пар перчаток. Ведущий армянский гроссмейстер Ливон Аранян вышел в четвертьфинал международного шахматного онлайн-турнира Skilling Open 2020. Армянский шахматист занял пятое место на предварительном этапе, в котором участвовали 16 сильнейших гроссмейстеров. На втором этапе онлайн-соревнования борьбу продолжат 8 шахматистов, которые будут играть по нокаут-системе. Проигравший выбывает. Соперником Араняна в 1-4 финала будет россиянин Ян Непомнящий.